Доброе утро! Давайте начнем наше аппаратное совещание. По первому вопросу у нас Виталий Медведевич Докхакчев. 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 Я с этой целью вошел в контакт с ним по телефону, нашел его. И он вам говорит, я приеду с командировки и буду разговаривать опять, попробую разговаривать с руководством. Он в прошлую пятницу позвонил и сказал, что нам надо встретиться. Надо. Заплатите деньги. Только он что-то ни копейки не заплатил. Значит, мы будем идти у него на поводу, он ничего для этого делать не будет. А больницу взять заложники, это нормально? Почему вы мне доложили, что больницу перекрыли от канализации? Я об этом не знал еще. Плохо. Виталий Викторович, на каком этапе у нас расторжение договора с этими институционерами? Вы подготовили в Гумынг? Вы у нас компания говорили. Да. Да, по вашему поручению мы подготовили править решение. И на ближайшую сессию будут навестить. Спасибо. Писай Иванович, у вас есть что-то еще? По парковкам. Значит, по парковкам. В течение этого года стал вопрос об организации парковочных мест на площади Перетри Марии и перед Собором Святого Николая. Значит, на площади парковочные места не лечены и эксплуатация их осуществляется. Произошла задержка с конкурсным определением повредителя на производство короноремонтных работ, связанных с тротуаром под колокольней и Собором Святого Николая. Значит, и эти работы уже были, когда были завершены, то уже был холодный период времени и наносить разметку там нельзя. По погодным условиям, по температурным и погодным условиям. Значит, муниципальное предприятие в ходе подготовки к сегодняшнему аппаратному совещанию подтвердило свою готовность. Мы хотим, чтобы наступление теплого периода времени этой работы будут выполнены. Мы должны принимать во внимание, что это будет связано, не будет с 1 апреля, а будет, допустим, 1 мая. Потому что вначале нужно будет там сделать демонтную работу. Срок завершения этих праздничных работ будет, допустим, до 9 мая, можно говорить, строить работу. Это все будет и апремонтировано, и различным. Так, подготовленные места будут, если нет, то ли делать. Вот то, что вы говорили вместе с Существовым Харьковым, что мы будем там обустраивать эту парковку. Ну вот, обустройство парковочных мест, обустройство парковочных мест. Правильно, вы говорили, мы говорили, что будет заезд и выезд. Да, заезд и выезд, так я же говорю, в апреле делаем ремонтные работы. Дорожного полотна. А вот этот тротуар, что Ярослав Михайлович, делал? Так, линию бордюров. Дорожная работа, в первую очередь, ставить линию бордюров по тротуару уже установлено. Нужно установить линию бордюров по пешеходному тротуару, ходить проезжую часть от парковочных мест за счет устройства этого. И это работает в апреле месяце. И 9 мая тогда мы будем иметь небольшое торжество. Существовь Михайлович, вы их видите в плитке? Нет. Там только есть два варианта сделать этот тротуар. Есть. Какой? Так. Тема различивая, красный. Ага. Какой? Без того, чтобы поднимать его в плитке, с двух сторон находить. Так. А второй вариант, это поднимать прием? Это поднимать пушкой, ставить, подверганные камеры. С одной стороны, с другой. Вячеслав Иванович, это не будет потом, не будет помехов? Если мы сделаем тротуарную линию. Я вам не могу сказать, что тут на площади разминок достаточно. А с той стороны, там, тот перепад. Он там сам. С тем перепадом все равно нужно что-то делать. Там проезжая часть выше, чем парковочные места. С ней все равно нужно... Ну, не вода, отмечают эту ширину тротуара, ее масти, а уже сами парковочные места, мы с водослоком под тротуар, будем спускаться туда, на низ, водовоздухами. С одной стороны, это не так, с другой стороны, это не так. Ну, значит, выделяем этот тротуар, да? Да. Выкладываем его плиткой, и это будет пешеходная зона, правильно? Ну, мы это сделали. Мы, ну, как, мы уже, я план включил, я показывал, стыкующий ремонт, вот это, 1-3 в программе СССР. Я понял. Дальше, дальше. Значит, 1 ноября 2017 года, вместо выхода на территорию по районе улиц Павел Гоцун и Чехово, по оформленному протоколу за той встречи, на управлении 2-3, было возложено исполнение 18-й пунктов. Из 18 пунктов, 8 пунктов, это 5-й, 12-й, 13-й, 5-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 17-й, 18-й пункты этих выполнены. Три пункта выполнены частично. Это те три пункта, которые связаны с постановкой и с последующим освещением постановок общественного мусоржевского транспорта на этом перекрестке. Остальные вопросы... А, 7 пунктов остаются на 2019 год с исполнением. Один пункт, связанный с кустарниками по улице Чикалова, значит, окончательное решение останется на весну, но это, по крайней мере, наши результаты моего переговорочного процесса с директором муниципального предприятия Био, который считает, что те кусты не нужно убирать, как того просили жители оценить, как они перезимуют, потому что кусты дорогие, хорошие, современные, просто входя из погодных условий, они не совсем там прижились и вызывают, если так мягко говорить, нарекания, а пожестче это недовольство со стороны населения. Если они, как я и вчера уверил, весной, если они распустят их красиво, то будем рассматривать вариант их, чтобы они оставить. Если этот процесс, что они не очень адаптируются при земле, будет продолжаться, значит, тогда их выкопает. Но этот пункт зависает по... способ его решения остается еще... Да, на этом участке мы планируем, я сказала, с вами, чтобы мы сделали там сложное покрытие этой улицы и включаем его в проект, посмотрим, что он нам скажет. Хорошо, дальше. Так, и вопрос, связанный с... Значит, по вопросу обработки улиц и тротуаров города в этом направлении задействованы три муниципальных предприятия ДСУ, ЖКК и ВЕИ. По муниципальным предприятиям ДСУ, это основная, либо основная нагрузка по подсыпке дорог, используется 12 единиц техники, израсходована 408 тонн песко-солярной смеси. Значит, по состоянию на 16-12-17-го года остаток песка, который есть на базе, составляет 14,5 тонны соли 81,16 тонны. Таким образом, под навесом, я проверял сам, все это находится под навесом, 525,66 тонны. При том, что мы с начала этого сезона использовали 708, 525 имеем на базе готовых. Значит, месяц, так сказать, мы можем чувствовать себя спокойно, не думая о том, что нужно делать дальше. Аналогичные ситуации на муниципальных предприятиях ЖКК и ВЕИ. В ЖКК задействовано на внутрипортальных территориях и придомовых территориях 3 человека. Использовано 41 тонна песко-солярной смеси. В этом процессе задействовано 71 человек. По муниципальному предприятию ВИО задействовано 9 единиц техники. Использовано 65 метров химической соли и задействовано 45 человек. Муниципальные предприятия ВИО осуществляют подсыпку тротуаров и остановочные павильоны. Нужно сказать, что в муниципальном предприятии ВИО отдельно хочется отметить, что в муниципальном предприятии ВИО приобретено 500 килограмм химических реагентов. Значит, и была апробация ее. По результатам апробации там есть другие предложения по способу нанесения этого химического препарата. При наступлении вот этих следующих неблагоприятных погодных условий они ее еще раз используют. И уже после этого будет предложено окончательное решение по виду химического реагента и по способу его нанесения. Значит, ну я не пропустил еще один вопрос. Значит, на муниципальном предприятии ВИО кроме тех двух КАМАЗов, которые пескоразбрасыватели с отвалами, на которых положится основная напуска в период химического снегопада. Значит, один, восстановлены два зила. Сто тридцатых пескоразбрасыватели тоже с отвалами, передними отвалами. Сто тридцатом по одному работы завершены и, в принципе, осталось там соединять буквально три провода, связанные, буквально такие три провода, связанные со снеглоочистителем. Машина сама находится, вся кресия бригад находится в рабочем состоянии. Только тот человек, который это все делал, механизатор, который все это делал, он заболел. И, исходя из того, что погодные условия не требуют немедленного выхода на линии, ждем его. Вторая машина тоже на этой неделе. Работы завершены. Там осталось приобретено, приобретено дисциплине. Все уже работает, приобретено дисциплине. Он сегодня устанавливается и во второй половине дня, а если не сегодня, то завтра с утра, она опять придет в право. Такое следует. Борис. Хорошо. Спасибо. То, что вы сказали, что нам не надо думать в ближайшем месяце, надо думать и сегодня, и вчера, и после завтра. Хорошо? Потому что здесь есть такие нерадивые журналисты, в том, что вырежут вас и скажут, что он калежет. Не надо нам думать. Ну, я привык. Что вырезают? Не надо к этому привык. Что вырезают, такие нерадивые журналисты. Черемоз. 10 апреля 2018 года с ООО «Лификуар» экономическим агентом из муниципи Белтс был заключен контракт номер 56 на приобретение и установку детских игровых площадок в муниципи Белтс на сумму 223 750 леев с НДС, из которых 24 игровых элементов по 6 адресам. Пунктом 2.1 контракта предусмотрено, что работы по установке начинаются в течение 10 дней с момента регистрации контракта в казначействе, а также поставка, транспортировка и установка будет проведена в течение одного месяца за счет экономического агента по адресам, указанным в техническом задании, принимая на себя риски и расходы, связанные с процессом транспортировки и установки. Приложением к контракту является техническая спецификация, соответствующая полностью техническому заданию, предложенному примарией муниципи Белтс на этапе инициирования и проведения тендера. Так как контракт был зарегистрирован в казначействе 24 апреля 2018 года, отличательным сроком установки детских площадок был 24 мая 2018 года. Мониторинг над проведением работ по установке площадок полномочено проводить в управлении коммунального хозяйства, так как заявка была подана от имени данного управления, а также адреса и номинования игровых элементов были определены согласно поданным заявкам от жителей муниципия, согласованы и утверждены до подачи заявки на рассмотрение рабочей группы по госзакупкам. 24 мая 2018 года в адрес примарии от экономического агента или фигуар поступило письмо с просьбой перенести сроки установки элементов детских площадок до 1 июля 2018 года в связи с отсутствием окончательного решения о местах установки детских площадок, согласно заключенного договора. Так как на момент проведения тендера адреса были известны и от офертантов не поступало никаких замечаний по поводу площадок, служба госзакупок запросила от экономического агента более четкого объяснения по поводу переноса срока выполнения работ. В своем ответе экономический агент информировал о ненадлежащем состоянии площадок, на которых обнаружены старые элементы благоустройства, сухая нависающая растительность, а также близкое расположение одной из площадок к пункту сбора мусора, теплопункту и газовому распределительному устройству. В записке от Управления коммунального хозяйства 23 мая 2018 года на заседании рабочей группы было принято решение изменить адрес расположения игровых элементов с улицы Волонтарилор 53 на улицу Волонтарилор 57. А также 30 мая 2018 года было проведено заседание рабочей группы по госзакупкам, на котором было принято решение продлить срок для установки детских игровых площадок до 30 июня 2018 года исключительно. 5 июля на заседании рабочей группы по госзакупкам была рассмотрена служебная записка от Управления коммунального хозяйства по поводу качества установки игровых элементов экономическим агентам «Лифигуар». На заседании были приглашены руководство Управления коммунального хозяйства и представители экономического агента «Лифигуар». Каждая сторона высказала свое мнение по поводу адресов с расстановкой элементов, подготовки площадок, качества игровых элементов и окончательных сроков по установке. Экономический агент заявил, что были установлены игровые элементы на пересечении улицы Гечевской с улицей Гагарина, а оставшиеся игровые элементы будут установлены до 11 июля 2018 года. Было принято решение допустить ООО «Лефигуар» к установке оставшихся элементов с применением штрафных санкций за каждый день просрочки в размере 0,01% согласно условиям контракта. 20 августа в адрес рабочей группы поступило письмо от ООО «Лефигуар» о несогласии с результатами протокола комиссии по приему передачи игровых элементов от 08.08.2018 года, в котором не были приняты установленные экономическим агентом детские площадки в связи с выявленными существенными отклонениями от технической спецификации, которую предложил на тендере экономический агент и который является приложением к заключенному контракту. Отметим, что процесс приема передачи был задокументирован и на видео, а в комиссию был включен представитель от гражданского общества. 3 сентября было проведено еще одно заседание рабочей группы по госзакупкам, в котором принимали участие представители ООО «Лефигуар». На заседании был зачитан протокол, в котором были отражены все несоответствия по качеству игровых элементов, по их установке, а также были изучены фотографии, приложенные к данному протоколу. После перечисления выявленных комиссий по приему передачи несоответствий по техническим параметрам и по качеству установки, главный инженер предприятия признал, что изменения в технической спецификации не были согласованы с заказчиком, а также высказался о том, что для участия в тендере в оферте были указаны технические параметры контрактующего органа, чтобы исключить факт дисквалификации в тендере. Далее представитель ООО «Лефигуар» подтвердил, что некоторые компоненты игровых элементов были модифицированы. Например, деревянные конструкции были заменены металлическими, пластиковые – деревянными. А также признал, что покраска произведена некачественно и предложил покрасить повторно весной 2019 года. Но покраска должна производиться полимерной краской при определенной температуре в печи. И этот факт вновь подтверждает то, что экономический агент выполнил несоответственно контрактные обязательства. Был составлен протокол данного заседания рабочей группы, на котором было принято решение произвести экспертизу установленных элементов на детских площадках в связи с тем, что контрактующий орган и экономический агент имеют разные точки зрения по поводу качества элементов и по поводу их установки. Комиссия по приему передачи не приняла работы по установке игровых элементов. Экспертизу проводила ТП «Муниципе Белл». Прилагается акт экспертизы от 29 октября 2018 года. Специалисты определили несоответствие более чем на 50%. Данные результаты были направлены также экономическому агенту Ле Фигуар с предложением устранить выявленные недочеты, сроки предусмотренные контрактом номер 56 до 10 апреля 2018 года. Экономический агент не признал результаты экспертизы и не принял никаких мер для приведения соответствия игровых элементов. На рабочий взгляд 16 ноября 2018 года было принято решение расторгнуть договор с экономическим агентом, о чем был извещен письменно управлением коммунального хозяйства. В ответ ООО Ле Фигуар выразил свое несогласие с данным решением, считая его необоснованным, и предложил разрешение спора путем мирового соглашения. Только не расписал, каким именно образом. И также поступила служебная записка от управления коммунального хозяйства по поводу данного обращения ООО Ле Фигуар с предложением расторгнуть договор. Этот вопрос включен в повестку дня рабочей группы по госзакупкам, которая состоится в ближайшее время, как только появится время, и для окончательного решения, то есть намерения расторгнуть этот договор. Скажите, а банковская гарантия у нас есть на счетах? Ну, удерживался процент за несобведение контрактных... Какая сумма? Не могу сейчас сказать. Ничего не удерживалось, потому что мы ничего не платили. В момент заключения договора он положил на банковский счет 5% от 239 тысяч. Значит, где-то от 13 тысяч получили. Да, и расторжение договора, мы обратились в банки, они перечислили на наш счет, эту банковскую гарантию. Хорошо. Это к тому разговору, что мы сами делаем ошибки, когда выбираем вот дешевую цену, самую дешевую, и качество получаем. Никакой элемент не соответствует тому, что мы требовали. Просто к этому надо относиться более серьезно. Спасибо. Человек Михайлович. Управлением архитектуры и строительства составил начальника управления, заместителя начальника управления, констатирующего субъекта. 22 ноября 2018 года присутствует владельца Гасталина Андрея Кривинцев, произведено обследование подбайных помещений жилого дома номер 8, в пользу трудных владельцев. Цель обследования – проверка выполненных работ по усилению кундаментов жилого дома и обеспечению послочивающихся зданий в соответствии с требованиями, изложенные в технической экспертизе. В результате визуального обследования установлено, что владельцам выполнены работы по бетонированию полов и устройству бетонного пандуса внутри по пещере. Выполненные работы являются частью требования и изложенных в экспертизе. Выполнено удаление всего строительного мусора вокруг объекта. Инженерные сети в помещении находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время никакие работы не ведутся. Помещения сухие. Те выполненные работы по бетонированию на наш взгляд являются ответом на требования экспертизы. На наш взгляд опасений по поводу устойчивости здания нет в настоящее время. Но для того, чтобы мы были уверены, мы направлены в госинспекции запрос о том, чтобы они еще раз окончательно поверили качество выполненных работ. либо в их компетенции есть такие возможности, как проверить качество бетона в том испытании, то есть требования от них испытательных заключений, проверить карты техники, где указан метод производства работ, какая арматура, заложенная в том подвале, где мы обнаружили, что он забетонирован. По части поставленных там нужная натура и генетика так далее. Вот эти вопросы могут быть исследованы в госинспекции. Мы направили запрос. Окончательный ответ в инспекции даст нам возможность определиться, что там все выполнено и опасения для жителей не должно быть по части устойчивости. Сегодня люди претензий не имеют, жильцы данного... Да, они поступают, он никаких наработок не ведет, разрешение следствия приостановлено, мусора, в том числе, нет. Жалоб нет от жильцов данного подъезда. Нет. Жалоб от жильцов нет. Ну и вот это мы хотели влюбить. Дальше. Продолжаем работу над дизайн-проектом по интерьеру мусорного оборота в здравии. Значит, сделали часть работы. Та техническая часть выполнена вся. Я имею в виду собрали все планы, помещения, собрали их в едином чертеже, сделали обследование этих помещений, посмотрели, где надо прорубать по нашему мнению какие-то разверстия, определили, что необходимо запрашивать у технического эксперта, какие вопросы ему надо задавать. Ему надо дать чертежи с эскизами, в какой стене, в какой ширине надо проделать какие-то районы. Нам нужно еще время, чтобы завершить эту работу, потому что это достаточно подъемная работа и хочу предъявить, что мы ее делаем, но получается, что мы ее делаем, свободная от работы время. У нас основная работа письма. понятно, что это будет делать от работы время. Просто я хотел бы учесть один нюанс. Вы знаете, что там экономический агент, его не устраивала цена арендной платы, он освободил помещение кафе. Но там, мне кажется, надо оставить, чтобы там было для работников при Марии такое же кафе, чтобы наши работники могли туда приходить и обедать. Поэтому, как вы себе думали, там может, как из варианта, у вас не было заходи на окно. Надо пересмотреть, что помещение должно оставаться для вас, чтобы вы могли принимать пищу. Подумаем, как? Мы основной удар делали в зал. Ну, подумайте, вот я вам сразу возношу коррективы. Хорошо, подумайте. Подумайте. Хорошо, спасибо. Восполнение вашего встречи выполнено на параде встречи. В буквальном течение двух дней было подготовлено письмо по национальному оборудованию энергетики нарушение законодательного депрога на депрога на ее указание заключить рецепс цикла мягкие. Мы объяснили мотивацию своему письму, поблагодарили ее за трогательную заботу и сообщили о том, что премарина сама в рамках действий в комментариях способствует регуляции своей политики и статьи по вопросу, которые до сих пор имеют положительные взгляды, потому что комиссия, которая работала МЧА, которым сейчас будет готова информация для МЧА, надает вам надежды, что в ближайшем моменте в будущем с АВТЕКСом будет невозможно разведаться. Неосклонен, спасибо. Мы не будем забегать вперед, комиссия должна сделать свои выводы и потом на основании уже комиссии, которая была с министерством, мы будем принимать дальше меры. Я понял, спасибо. Теануна, Теануна. В целых выполнений в учении ГИМАРа проведения совместной поддержки участной полиции ЛИТЭКС, участвовали в проведении которое было проведено и организовано в Министерстве просвещения культуры и исследований 30 ноября в составе Саввалилия Николаевна замки МАРа муниципе Абылдс, Вадим Анатолом в качестве секретаря в качестве секретаря комиссии, а также Виталий Ивачевич глава начальника политического управления и начальника управления образования молодожьей спорта и замков Бугатсера Олега Петровна Ювченко со стороны Примарии Министерства со стороны Министерства председатель на совещание был господин Круту в начале управления среднего муниципе просвещения также присутствовал глава компетент данного управления Макиченко Абылдс также и акуратор муниципе Абылдс На этом совещании присутствовала Шасара Датиба начальника политического управления министерства была приглашена сам начальника агентства по обеспечению качества образования исследований господин Арчин и была приглашена сама директор частного лица ИТЭКС господин Татьяна Калистру Мы приехали вовремя господин Калистру сначала отказывалась участвовать так как ее не допускали зданий министерства отмечаться своим адвокатом ей сказали что это обсуждается учебное учреждение и поэтому она как руководитель учреждения должна представить свою позицию в ходе обсуждения министерство подчеркнуло то есть господин Татьяна подчеркнул что уже была проверка в 2016 году которую проводила по указанию министра образования госпожа Карина Кусун агентство по обеспечению тогда это была школьная инспекция сейчас реорганизовалась школьная инспекция однако эта информация в муниципе в муниципе не была отводлена в 2016 году она попала только в министерство просвещения согласно этой информации они действовали в правовом поле и были даны рекомендации управления образованием наладить отношения и представлять им всякую методическую помощь потому что мы попросили нам тоже выслали эту информацию мы не можем хотя являемся тем местным органом который должен обеспечить образовательный процесс на всех учебных учреждениях которые находятся на территории медики и санкционного вне зависимости от формы частной и патличной учреждения мы не можем осуществлять цель данного учреждения постоянно купить запрепоны для допуска наших специалистов в этом учреждении принято решение о создании совместной комиссии с представителями министерства просвещения в которую также предложили включить специалиста управления образованием одежи спорта в университете мы попросили чтобы были включены два специалиста так как там действуют дошкольные учреждения поэтому предложили включить Ланере Викторовну Мартыну главного специалиста отвечающего за дошкольное образование а также Татьяну Николая Вашую медатиста медиа центра управления образованием которая проверила образовательный процесс в гимназии и лицея в лицее ВИТЭКС был издан приказ министра просвещения 5 декабря в которой была определена следующая состав комиссии Никита Ченкало главный консультант управления среднего образования Министерства посвящения культуры исследования Крымчана Мария главный консультант управления ответственной за дошкольное образование Русу Анну консультант юридического управления министерства Шевчук Мария главный инспектор национального агентства по обеспечению качества образования и исследования Шулья Татьяна и Матин Ухнера как я уже говорила вчера комиссия начинала с 10 утра в лицее до 17 на львок в лицее нет отопления директор пыталась сослаться на это пыталась этим объяснить учащихся и учителей однако были задребованы документы которые должны подтвердить деятельность лицея в предыдущий период потому что согласно документации хранятся даже школьные журналы 75 то есть есть период хранения всех документов учебного учреждения о ходе работе комиссии можно говорить еще рано но наши специалисты подготовили информацию о тех аспектах которые рассмотрели и отослали в министерство завтра будет обобщена общая справка и представлено доказание министра министерство просвещения подготовит ответ премьер-министру и подвиг вышли в премьер-миниципе Абонска у меня вопрос список преподавателей видели фамилии преподавателей они есть эти люди или это какие-то вымышленные вы их знаете как преподаватели то есть вы как начальник управления образования вы всех преподавателей знаете в городе Бельс и так понимаю правильно да ну в общем чертах да те фамилии которые вам предоставлены были вы их знаете в основном это иногородние насколько вы вчера заметили по заявлениям из Гладян из Болотяно то есть из Гладяно из Болотяно они приехали устроили наш этот текст на работу и все уволились 17 ноября 2018 года все в тот же день уволились в Кутович 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 но главное чтобы премьер Ленис создал правдивую информацию про этот лицей и кого-то мы обучали ну подождем выводы комиссии хорошо давайте к следующему вопросу лицеистов там не было потому что их там нет я обращался с экранов с телеэкраном жителям у кого лучше там дети не калечите детей заберите детей потому что то что мы с вами вы тоже участвовали тогда в комиссии видели что ребенок переписывает сессию из какого-то журнала когда эту сессию сдали месяц назад все наши лицеисты которые были на тот момент временем в 12 классе просто чтобы не калечить детей чтобы детям давали нормальное знание попросил перевести в Бельские лицеи у нас прекрасные лицеи одно из лучших образований в стране именно в Бельце понимаете и наши преподаватели делают все для того чтобы этот уровень поддерживать за ту низерную зарплату что они работают но функциональные обязанности свою душу свою сердце свое они вкладывают в наших детей поэтому наши дети самые умные в Молдове именно дети которые выпускаются с Бельских лицеев а то что вот эти вот проходимцы открыли там без документов без ничего на базе румынского законодательства понимаете это уже никакие ворота не лезет Николай Николаевич они работают на базе литературы которая была выдана в 2005 году но она есть и к вам в 2015 году Виталий Вячеславович наверное не поможет и в Рейссии Министерства говорила что после этого они получили авторизацию на временные деятельности но мы видели это Я понимаю что должны быть планы учебные я понимаю что должен быть профессорский состав я понимаю что должны быть лицеисты гимназисты я вот это понимаю что должно быть но когда этого нет на бумаге вам показывают что-то но вы сами сказали что журналы должны храниться 75 лет в журналах нет ни учеников ни преподавателей нету планов что о чем мы можем говорить я тогда и обратился к родителям заберите потому что отдайте в наши школы в наши лицеи в наши гимназии это будет большой толп понимаете а не от того что они сидят просто им вымышленно ставят там какие-то баллы все три ученика которые начали обучение в этом году в лицеи в ИТЭКС перевелись согласно информации которая располагала до вчерашнего дня один из них приехал в Кишинов один из учащихся из этого класса перевелся в наш материалитический лицей в ИТЭКСах и вчера мы спросили где оставшийся последний ученик который должен был в лицеи но нам сказали что так же он уже перевелся но однако не показал никаких подтверждающих документов и не знает куда он перевелся хорошо родители перевели этих детей но сейчас этим детям надо будет догонять представляете сколько сколько упущено времени в этом заключении мне очень хотелось потому что мы ставили вопрос не просто формально отразить то есть правильный как все видят нам нужно чувствовать отриспетрованно учитывающим это уже так было отриспетрованно по результату этой проверки потому что в заднем присутствии советник госпожа Грицко которая на последней сессии была заданием забраться с лицензией так вот для того чтобы мы могли сегодня не снимать без запретения могли быть заключение по кредитации и тогда все будет отриспетрованно в общем количестве можно ответить насчет о кредитации тогда в министерстве она говорила о начале 26-го катастрофа ради Кажасан сказал что процесс аккредитации в 2009 году был пересеноплен сейчас эта компетенция находится в компетенции вновь созданной депутой национального агентства по обеспечению качества в образовании исследований одна ночь не разработана это положение поэтому аккредитация будет возможна только после определения данного положения до аккредитации есть документ на разрешение авторизации транзитории аккредитация аккредитация и транзитория они погребаются электрокарельными кондиционерами мы об этом знаем потому что это было еще на прошлом совещании что выросло очень сильно потребление электроэнергии понятно что они погребаются с помощью электричества детей вчера было 14 человек условия в которых находились дети не соответствуют минимальным стандартам необходимым дошкольному учреждению это предварительно но то что я просил чтобы встретились с родителями детей вам сделали встреч но ваши специалисты не дают родители даже не оказались но что мы их заставляем перевести в студии учреждения так что вы понимали для справки наши сады которые находятся у нас в муниципеде но я бы не сказал что они там ну средний сад будем так лучше этого сада электекса на 50% и по условиям и по условиям нахождения в детском саду и по питанию и по всем параметрам это так на справку чтобы все знали просто ко мне обратились будем так люди кто водит туда детей прошлую пятницу ну что их все устраивает 2000 лет что они платят в месяц их это устраивает отсутствие специальных самоглобных детей согласно стандартам тоже устраивает безоглобных необходимых я просто сомневаюсь сегодня что это обращались родители я думаю что это обращались сотрудники потому что те условия которые находятся в данном учебном завершении дошкольном но не соответствуют вообще нормам наших которые у нас в садах я уже не говорю о специалистах 60% детей которые будут сотрудниками этого предупреждения вы не хотите устраивать ребенок постоянно с тобой сотрудниками все таки попытайтесь встретиться еще раз с родителями нет мы готовы к открытой встрече следующий вопрос информация о результатах обследования технического состояния зданий в частности крыши окон и предложение по планомерной замене дальнейшим окон дошкольных учреждений согласно вашему поручению в 2018 году были совершены работы по капитальному ремонту кровли в детском дошкольном учреждении номер 19 в детском дошкольном учреждении номер 28 и 29 также были выполнены работы по текущему ремонту кровли в детском дошкольном учреждении номер 7 и в детском дошкольном учреждении номер 21 в текущем году были начаты работы по капремону кровли в детском дошкольном учреждении номер 35 который продолжается И сейчас не там заключен контракт на два года, поэтому они будут продолжаться и в 2019 году. Требуется выполнение ремонта кровли в детском дошкольном учреждении номер 3, 5, 23, 34 в следующем году. В том, что касается работы по замене окон, на текущий момент были выполнены такие работы в детском дошкольном учреждении номер 1, номер 2, номер 10, номер 13, номер 13, номер 19, номер 23, 28, 31, 33, 38, 43, я говорю, частичные замены окон. Сейчас также проводятся работы по замене окон в детском саду номер 7, который вы посетили, в детском саду номер 35, в детском саду номер 20, обращение директора, который ранее тоже пришло, в детском саду номер 48 и 16, в пяти садах. До конца следующего сада будут еще занимены частичные окна. Также на 2019, 2020 и 2021 годы запланированы работы по замене окон в садах по обращению руководителей по финансовым воспоминаниям. Ну то есть, вы начали работать в этом направлении? Да, опять саду вот сейчас на этом. Спасибо, хорошо. Только, значит, у меня к вам будет просьба. Возьмите, соберите всю информацию, прям по цифрам, по цифрам, по садам, с какого года, что было сделано до 2015 года в детских садах. Значит, после 2015 года сколько потрачено денег на ремонт текущей капитальной в детских садах. И 12 числа пойдите, пожалуйста, на телевидение и дайте эту информацию для бельчан. Потому что там некоторые журналисты начали преподносить что-то все по-другому. И политики, которые играют в политику. Хорошо? Да. Прямо с цифрами выйдите и дайте ответ такой нормальный. А то ваши бывшие коллеги такие говорят глупости там в лице этой, как ее фамилия? Алексеева, что ли? Да. Такой бред несет, что она преподаватель вообще? Она директор. Она по профессии, она преподаватель. Но такую ерунду несет. Я вообще сомневаюсь в ее преподавательских каких-то знаниях. Если она такую там чушь ускала. Хорошо, выйдите с цифрами, пожалуйста. И конкретно по цифрам скажите, сколько было потрачено денег. Назовите номера садов, чтобы могли эти сомневающие Алексеевы выехать в те сады и посмотреть, что было сделано. Хорошо? Да. И что сейчас планируется и что будет на 2019 год? Договорились? Да. Спасибо. Следующий вопрос. О мерах по ремонту отопительных систем в детских дошкольных учреждениях номер 4. По вашим поручениям была осмотрена возможность изменения ситуации в данных садах. Это сады, которые сами несут, которые были по предыдущим годам. Поэтому была разработана проектно-заметная документация для детского дошкольного учреждения номер 4, для детского дошкольного учреждения номер 4, 8. Также были использованы частично деньги для начала ремонта в четвертом саду одной группы. Однако необходимо рассмотреть возможность проведения ремонта в целом в следующем году, в 2019 году, потому что сумма, указанная в проектно-заметной документации, поднимается по 4 миллионам по каждому садику. И рассмотреть возможность включения их в какие-либо проекты, в чем мы уже говорили с вами чуть ранее. По 30-му ясный саду там были проведены дополнительные работы системы отопления. По согласованию с поставщиком тепла, чем там была произведена регулировка диаметра сопла от элеваторного узла, который позволит увеличить объем количества тепла в цели поднятия температуры. Эти работы были произведены вчера, сегодня мы созванились уже с директором, сегодня температура в садике 19-20 градусов, что поднялось на 1-2 градуса увеличенного обучения. Но все равно мы 20 градусов, но то решение, что мы приняли, тогда у меня на совещании. По согласованию 18-9-20. Вы выезжали туда, Смутину? Да, мы выезжали туда, Смутину, посмотрели на месте, что. Поэтому буквально два варианта, когда отказались от дополнительного насоса, поэтому вот мы пошли на то вариант, который сейчас, как я сказал, у нас, как я, Антония, увеличили сопло. Если раньше было 4 мм, сейчас стало 6 копейками. Это то же самое, так называемый искусственный насос. Но только не принудительный, а это самое, а естественный, дали вашему мнению. Будем ослеживать дальше температуру на режиме. Это обязательно смотрите, особенно, когда будут морозы, чтобы вы мне сразу декладывали каждое утро по этим детским садам. Хорошо. У нас есть ежедневная информация для 20 часов. То есть такая, что родители дошло, не переселение, температура, а детям, которые отсутствуют, по причине болезни, по другим причинам. И следующий вопрос. Если не пишут. Если пишут. А сегодня? То есть это уже после того? Сегодня, сегодня, да. Еще раз обратите внимание, что до всех была доведена информация. Я рекомендую господин директору, чтобы она провела общешкольное детское заправо. Совершенно верно. Может, нет времени у родителей читать прессу, или нет времени войти на страницу. Скажите, а проект по Кантемиру когда был выигран? Начало истории просто 2015 года. Да. Вот я к вам... Меня интересует другое. Там эта вот госпожа, вот эта учитель английского Алексеева, заявила, что это благодаря ей выигран был проект Кантемира. Может, я чего-то не знаю, я для Николана не прям докладывал. Сколько я знаю, это вы подсказали, когда написали проект. Директор школы написал данный проект, да? Участвовал в Вермии. Приклижение пришло от нашей коллеги из управления капитальным владельцам, управления коммунального хозяйства. Тогда был специалистом, который занимался энергоэффективностью, я не помню, сейчас его имя. Он пришел, сказал, что есть возможность участия в таких проектах. Мы предложили от управления образования три учебных учреждения. Это был детский садик номер три. Это был детский садик. Сейчас я попняю сказать еще какой. И теоретический лицейк Кантемира. Все три учебных учреждения в Вермии предоставили дополнительную информацию. Все три директора написали данные проекты. Был отобран лицейк Кантемира. Я понял. Роль какая Алексеева была в этом проекте. Я не думаю, что это не было. Это не было. Это не было, что качество фреца. А почему это дамочки себе вешают какие-то регалии? Это зависит от... От уровня ее воспитания это зависит. Татьяна Анатольевна, еще вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, лицея Штефа и Чулмана. Ко мне приехали родители. И, чтобы вы понимали, было возмущение. Кто разрешил снимать вот этому телеканалу, как он тут называется, детей в лицо? Разрешения родителей не было. Ко мне приехали родители. И я бы сказал бы даже, такой, как Вячеслав Иванович любит говорить, в жесткой форме. Высказались, кто разрешил снимать их детей лицом, потом показывать это на весь север страны. Подготовьте, пожалуйста, обращение в правоохранительные органы, на этот телеканал. А если им разрешили, кто разрешил проведить служебное расследование и подать обязательно заявление о том, о том, что детей показывали на всю страну без разрешения родителей? Хорошо? Проведите, пожалуйста, служебное расследование. Если это разрешило управление школой, будем так говорить, в лице администрации, это, значит, вопрос снят. А если никто не разрешал, и это сделали они от себя... Татьяна Анатольевна, я прошу вас провести служебное расследование. Потому что даже когда мы эти банды в городе, мы сначала получили разрешение от каждого родителя. От каждого родителя, совершенно верно. Я это говорю. Правильно. И мы это говорили. Если мы отмечаем детей на наших баннерах, то есть в городе это хорошая традиция у нас стала, то мы должны брать разрешение от спортсмена, лицеиста, гимназиста, от родителей. У нас от родителей есть разрешение, что касается всех. Сегодня у меня есть претензия. Претензия ко мне. Я считаю, эти родители справедливо вынесли эту претензию. Поэтому разберитесь, доложите. Если разрешения родителей нет, никто не давал права, обратитесь в правоохранительные органы и пускай этот телеканал минимум штраф заплатит. Хорошо? Да. Спасибо. Так, по повестке дня у нас все. Значит, сейчас есть, Вячеслав Иванович, к вам, в управлении, значит, есть поручение в плане того, чтобы составили график дежурств в новогодние и рождественские праздники. Это диспетчерская служба, служба городского хозяйства с указанием контактов, телефонов и опубликовать всю эту информацию на сайте премарии и дать ее в СМИ. Записали что? Да. Значит, дальше, второе. Составить расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь. Ну, я так и говорю, это за троллейбусное управление. Значит, чтобы у нас в новогоднюю ночь не взималась плата за проезд. И также опубликовать это все на сайте, на сайте премарии и разместить это в СМИ. С 31 на 1. Есть ли что? Есть. Ну и третье, это обеспечить санитарный порядок в период новогодних и рождественских праздников. В установленных местах, где у нас будут проходить массовые мероприятия. То есть, получается, это у нас наша площадь. Есть. Дальше. Госпожа Мунтян. Пишите адрес, пожалуйста. Кали Ешеву, 5, квартира 32. Номер телефона 0231 398 85. Зоя Алексеевна зовут, 92 года. Родственники Зои Алексеевны утверждают, что 65 лет они проживают в нашем городе. Она вдова ветерана Великой Отечественной войны. И никогда никакой помощи, никакой поздравительной открытки ничего она не получала. Проверьте данную информацию. Если это так, то это надо срочно устранить. Так, вопросы? Вопросов нет. А сейчас после рабочего совещания остаются... Вы доложили, кто? Сказали, что все повещены? Если вопросов нет, все, спасибо. Остаются только те, кто повещен, не повещен. Спасибо. Продолжение следует...